Финансовый мониторинг это анализ денежных потоков, который проводится специальным государственным органом. В Украине обязательны к проверке операции, превышающие 150 тысяч гривен. Такая цифра держится уже не первый год, а в свете падения гривны работы у проверяющих значительно прибавилось. Сегодня провести через парламент Украины предложение по поводу того, чтобы вдважды поднять порог, это просто разгрузка финмониторинга и по большому счету освобождение от мороки коммерческие банки и непосредственно их рядовых клиентов, которые имеют там объемы малого и среднего бизнеса. Главное назначение подобного мониторинга – выявление незаконных потоков денег. Задача сама по себе не из простых, а если пороги обязательных проверок останутся без изменений, то с каждым днем обнаруживать подобные операции будет все сложнее и сложнее. Сегодня финмониторинг Украины фактически занимается незначительными транзакциями. Мы знаем, что все равно глобально финмониторинг создан для того, чтобы в первую очередь бороться с отмыванием грязных денег. Грязные деньги, как правило, осуществляются крупными транзакциями и в достаточно больших объемах. Для обычных граждан это ничего не изменит, а для представителей малого бизнеса даже сильно облегчит жизнь. Ведь на несколько бумажек в конце месяца придется сдавать меньше. Мне кажется, что это чисто технические меры, которые по большому счету мало на что влияют, но будет чуть проще финансовому мониторингу и чуть проще коммерческим банкам в отношении документа оборота по этому мониторингу. В прошлом году подобную инициативу Нацбанка парламент отверг, не объясняя причин. Хотя такое изменение просто-таки напрашивается, а правительство обязано реагировать на изменения в жизни страны. Посмотрим, чем ответят на этот раз.